Всем привет! Сегодня поговорим о бюджетной косметике, но это не будут находки, аналоги люкса или какие-то первые впечатления. Я хотела бы поделиться тем, чем я реально пользуюсь на постоянной основе уже долгое-долгое время. За этот год я перепробовала кучу всего интересного от бренда Evelyn, или Evelyn, как произносят в Польше. И в этом ролике я расскажу о своих топ-10 средствах моей косметички от этого бренда. Поехали! Этой осенью мы с вами вместе тестировали тональную основу, которая называется Satin Matte. Только тогда, после лета, я была очень загорелой и наносила на себя довольно темный оттенок. А сегодня на мне такой уже светлый оттенок в номере 100. Если сравнивать с моим любимым, то этот тон все-таки более плотный. У него такая кремовая консистенция и дает такой действительно сатиново-матовый финиш. То есть, он и усаживается, застывает, но не стягивает кожу совершенно. И, конечно же, многое зависит от того, что вы нанесете под него. Чем более жирный крем я наношу на свою сухую кожу, тем более такой чуть-чуть лоснящийся финиш будет. Если я наношу стандартный увлажняющий крем, вот самый обычный, не какой-то там, знаете, мега увлажняющий бустер. Нет, вот самый обычный крем, который я использую в холодное время года. Тогда у меня вот такой финиш, как вы видите сейчас на экране. Причем я могу его даже не припудривать, он не подчеркивает шелушение. И он работает замечательно с каждой пудрой, которую я наношу поверх него. Мне также очень понравилось то, что несмотря на хорошую плотность покрытия, то есть он скрывает все то, что нам нужно, он в течение дня не заваливается в морщинки, не передвигается, не ощущается маской и не выглядит так даже при дневном освещении. Поэтому пусть вас не смущает вот такая скромная упаковка. Меня очень радует то, что даже недорогие бренды научились делать вот такие качественные тональные основы, которые мне стыдно нанести даже на какое-то важное мероприятие, и на которое можно положиться. И по моим ощущениям, это будет очень хороший тон для комбинированной жирной кожи, и также на холодное время года, когда финиш такой полуматовый, и при этом наша кожа не страдает. В этом году я как-то вернулась к мицеллярным водам, и первым делом, первым этапом очищаю кожу именно при помощи мицеллярки, а дальше уже умываюсь. И я вам хочу сказать, что вот эта линейка Face Matte Plus, она мне очень сильно нравится и подходит, потому что она хорошо убирает макияж, все загрязнения с кожи, при этом не пересушивает кожу и не жжет глаза. Для меня это как бы основные критерии выбора, и вот эту увлажняющую я сама неоднократно покупала, и наверняка показывала уже на канале, честно говоря, я не помню. Но вот эта, у меня уже не первая баночка, меня очень сильно порадовала по составу, потому что очень часто написано, что есть сок алоэ, еще что-то, и потом где-то в конце, после аромата, я уже готовлю для вас видео о составах, там уже будем более подробно разговаривать. И вот смотрите, здесь на втором месте в составе идет именно сок алоэ, то есть его здесь не как кот наплакал. И я видела, что в последней посылке, кстати, мне приехал еще и тоник с гликолиевой кислотой, то есть очень круто то, что бренды быстро реагируют на какие-то тенденции в уходе, в декоративной косметике, и я готовлю для вас отдельный ролик о бюджетном уходе, вообще обо всем. К тому же, надеюсь, поделюсь с вами впечатлениями, но пока что я им не пользовалась, так что говорю только о том, что проверено временем. Если говорить о какой-то разнице, то мне кажется, что вот эта профессиональная, как они ее называют, мицеллярная вода, она как-то еще лучше, еще быстрее удаляет всю косметику, а на каждый день мне вполне достаточно или классической мицеллярной воды, или вот такой увлажняющей. Здесь, например, в составе уже на втором месте после воды есть сок алоэ, и также присутствуют другие успокаивающие, смягчающие компоненты, которые снимают раздражение и очень бережно обращаются с нашей кожей. Мне кажется, что когда за окном холодно, это еще более актуально, а я вообще на протяжении всего времени выбираю менее агрессивные средства, и вот эта новинка мне очень понравилась. Я, конечно, не очень часто рисую стрелки, мне кажется, что они мне не очень идут, и я не могу сказать, что у меня очень сильно набита рука, что я прям так сразу вырисовываю идеальную стрелку, поэтому если я такие рисую стрелки, то я выбираю самую простую в использовании подводку, также стойкую и супер черную, чтобы не приходилось наслаивать, чтобы там не промахнуться лишний раз. Вот, и раньше мне нравилась люксовая, очень классная подводка от бренда Clinique. Я могу сказать, что это абсолютные аналоги, и вот эта вот Evelyn еще и более черная, чем Kat Von D, чем многие подводки, которые хвалят. Если вы учитесь рисовать стрелки, если вы рисуете их каждый день, то эта подводка вас не подведет. И вы знаете, она у меня хранилась, я даже не знаю, в каком положении, и я просто каждый раз ее беру, и не нужно ждать, когда само средство поступит в кисточку. Она также не жесткая, очень пластичная, и вот когда я начинаю ввести стрелку, я могу прерваться, поменять положение руки, и сама подводка, вот эта черная, всегда есть на кисточке. Нет такого, что нужно что-то там трясти, выдумывать, ставить ее в каком-то положении, и она какая-то нескончаемая. Очень классная, вот поверьте мне, что вы не пожалеете, если ее закажете, я думаю, что вы освоите мастерство стрелок, если вы еще с ними на вы. Мы с вами уже разговаривали о средствах для тела от Эвелайн, и тут уже нужно выбирать такой формат, который любите лично вы. Я всегда просто беру то, что предназначено для сухой, для обезвоженной кожи, и эти средства действительно как бы и предотвращают дополнительное пересыхание, и восстанавливают кожу, и ухаживают за ней, делают ее такой эластичной, упругой, блестящей. И нет вот этого зуда, который иногда у меня появляется, опять же, когда осень и зима. И для меня это настоящие мастхевы в таком ежедневном уходе за телом. Когда уже все спят, я могу спокойно принять душ и уделить время только себе там 15-20 минут, в зависимости от того, что я делаю, наношу маску или нет. Но я очень люблю уход, и для меня это метод релаксации. Мне вот очень нравится вот этот баттер с гиалуроновой кислотой, витамином В5, у него такая плотная консистенция, но он хорошо распределяется по коже. Если у вас действительно очень сухая кожа, то она его с удовольствием прям выпьет, и вы увидите, что у вас такая блестящая, ухоженная кожа после использования этого средства. Бальзам молочко с более легкой консистенцией, но я бы не сказала, что это такой лайтовый вариант по действию. Также классно распределяется и дает такое глубокое, я бы сказала, питание. В составе есть натуральное масло, я сейчас не утверждаю, что это полностью натуральная косметика, но я люблю за отдушку. Вот этот конкретно пахнет таким кокосом, чем-то сладеньким, чем-то укутывающим, таким супер уютным, и этот аромат меня не душит, то есть мне с ним абсолютно комфортно. Но я думаю, что если не этот, то вы обязательно найдете тот, который будет нравиться и будет подходить конкретно вам. И если вы посмотрите мои очень старые ролики, то увидите, что я еще несколько лет тому назад пользовалась вот этими средствами. Это такие как бы гели, в основном они называются или 3D, или 4D. Они моделирующие, антицеллюлитные, подтягивающие. И если вы смотрите хотя бы одного польского блогера, то наверняка видели все возможные версии этих средств. Они очень классно продаются в Польше, их ценят покупатели. И есть варианты охлаждающие, и также такие, которые очень сильно согревают. Вот как-то согревающие я всегда боялась покупать, потому что не знаю, чего от них ждать, поэтому всегда выбираю именно охлаждающие. И вот я пользуюсь этими средствами после спорта. Когда тело разогретое, а не тогда, когда нужно ложиться спать, и ты потом лежишь под одеялом, и тебе реально холодно. То есть это ощутимый эффект на коже. И я не знаю, то ли это самовнушение, то ли как бы все в комплексе. И спорт, и вот эта вещь действительно дает результаты. Я не могу похвастаться идеальной фигурой, но во всяком случае меня это мотивирует и заниматься, и пользоваться. Я надеюсь, что вскоре мой муж вернется из очередной поездки, и я смогу отправиться в спортзал, потому что я очень скучаю. Или же после теплого душа тоже можно нанести это и одеться потеплее. Ну, в общем, попробуйте, потому что многие хвалят, многие любят. А напишите, знаете ли вы такую вещь, и у них есть масса вариантов. Я пробовала все разные, и все они приблизительно работают одинаково. Также этот ролик не может обойтись без тушек. Она очень хорошо прочесывает реснички, вытягивает их, фиксирует на месте. С этой тушью ресницы не опускаются, а свои я всегда завиваю. Без этого я не могу накраситься, я настолько привыкла, что всегда сначала пользуюсь зажимом, а потом тушью. И вообще тушь у Avaline очень классная. Даже если я где-то с ними всплакнула на эмоциях, мой макияж всегда оставался на месте. Балетоку Avaline сейчас очень-очень много, и, наверное, большинство из них я показывала в действии, причем разные варианты макияжа. И если говорить об одной уникальной, лично для меня, это чисто мое мнение, все они похожи по качеству, но вот это настолько классная пигментация и хорошая подборка цветов, которая позволяет мне создавать интересные макияжи, делать акценты. И также здесь есть удачные оттенки для повседневного макияжа. Это вот такая восьмерка, я же забыла сколько, я очень редко считаю сколько теней в палетке, восемь оттенков, и называется она Sunrise. Абсолютно недорогая, и с ней вы можете сделать как Smoky Eyes, так и приблизительно такой макияж, как у меня сейчас. Вот на подвижном веке у меня сегодня, например, вот этот оттенок, и он очень сильно похож на мой любимый тен для век от марки Armani в одиннадцатом оттенке. И все вот эти цвета очень пигментированы. Было бы классно, если бы вот этот был таким переходным, бежево-коричневым, но, наверное, нельзя получить все то, что ты хочешь, если лично ты не создаешь косметику. А так, девчонки, если вы очень хотели купить, например, Анастасию Баверли Хиллз, или попробовать такие макияжи, и сомневаетесь, ваше ли это, или по бюджету хочется что-то более доступное, я очень советую взять вот такую палетку, потому что с ней вы можете сделать, ну, очень похожее по стилистике макияжа. И даже вот эти оттенки я наносила при помощи спонжей. Они очень хорошо растягиваются. Здесь есть как сатиновые, так и матовые, еще и два дуахрома, представляете? То есть вот этот сероватый, он переливается и чуть-чуть фиолетовым, и иногда, ну, смотря с чем его сочетать, отдает даже чуть розовым. Очень классный, и вот этот фиолетовый, он тоже переливается и розовым, и голубым. И вот их я очень люблю наносить именно при помощи пальца, или влажным способом, или, например, на влажную неприпудренную базу. Тогда вы получите максимально насыщенный цвет, и вот этот красноватый тоже. Поверх вашего крещневого макияжа вот добавляете чуть-чуть в уголок, и всегда при помощи таких цветов ваш оттенок глаз будет смотреться более насыщенным, более ярким. И эти тени я люблю за то, насколько они пигментированные, насколько мягкие. И в моем случае у меня редко что-то осыпается под глаза, но, наверное, тут уже многое зависит от того, как вы наносите тени и чем вы наносите. Конечно же, консилер из фаворитов осени, уж очень сильно он мне полюбился. Кремовая несушащая текстура, все неплохо перекрывает, его можно наслаивать, с ним абсолютно комфортно. И что делаю я? Я всегда аккуратно наношу его при помощи пальцев, вот распределяю, как бы скрываю синячок, и дальше излишки я убираю при помощи спонжа. Вот аккуратно все промакиваю, и мне кажется, что получается очень классный результат, если бы я вам не сказала, вы бы никогда не догадались, чем же именно я накрашена. Если сравнивать, например, с Хеленой Рубинштейн, то Хелена, она чуть более плотная, то есть где-то на 20% плотнее. Вот этот для меня именно идеальный вариант на каждый день, когда все перекрыто, причем я наношу его не только под глаза, а на несовершенство, и он так идеально сливается с кожей, что я могу его только похвалить. По стойкости нареканий у меня нет, я всегда использую мою любимую пудру, и тогда у меня гарантированно свежий, хороший, качественный макияж до конца дня, и ничего не проваливается в складочке, если я наношу таким способом, как я вам показала. То есть его не нужно так бухать прям много под глаза, и, конечно, если у вас есть уже глубокие морщинки, то каждый, абсолютно каждый консилер будет там оседать. Но если наносить таким способом, как рассказала я, то вероятность того, что ваш консилер будет оседать в складочках, у вас очень-очень сильно снижается. Все, конечно же, индивидуально, но тут цена позволяет как бы попробовать, да, и, возможно, он также станет вашим любимцем. Мне нравятся оттенки, может, когда-то их станет больше, но пока что 0,1 действительно светлый, и не розовый, и, ну, знаете, нейтральный, бежевый. Мне очень хорошо подходит номер 2. Я пользовалась им тогда, когда была загорелой, и даже сейчас я спокойно наношу его, и у нас с ним происходит ежедневная любовь. Конечно, не могу обойти стороной средства для губ. Мне прислали и новые матовые помады, именно в классической версии, но покажу то, что лежит практически в каждой моей сумочке, и оттенки, ну, такие удачные. Они так красиво смотрятся на губах. Они заслуживают быть и в ваших сумочках, или в ваших косметичках, абсолютно точно. Линейка помад. Я вот, честно говоря, пользуюсь многими оттенками, и я уже потерялась, какие из них мои самые любимые, потому что, ну, удачные. Вот они подчеркивают внешность, они смотрятся на губах, так же, как вот в упаковке. Это дополнительный плюс, то есть не нужно открывать, как, например, в помадах MAC, искать где там оттенок, или что-то на дне проверять. Видно здесь, и сама упаковка уже говорит о том, какой нам попался в этот раз. И смотрите, помады очень компактные, и написано, что это и цвет, и уход. Действительно, это так. Я покажу вам, где я наношу на довольно сухие губы помаду из вот этой линейки, в номере 12. Что-то как-то мне запомнилось, это странно. Но все они работают приблизительно так же, и буквально через несколько секунд губы становятся такими более увлажненными, более ухоженными, аккуратными, такими пухленькими, такими, которые хочется целовать. И вот правда, это и восстановление, и очень красивый финиш на губах. То есть это увлажняющая помада. Сначала мне показалось, что она не то чтобы не очень стойкая, она там несколько часов будет спокойно держаться, пока вы что-то не съедите, или не выпьете. Но яркие оттенки еще и тинтуют губы. То есть если это будет такой среднерозовый, то у вас уберется вот этот влажный финиш со временем, ну не знаю, что будете делать, или даже будете много разговаривать, или впитается это все в губы. Но цвет остается. А нюдовые оттенки тоже нейтральные, есть красивые, и все они такие сочные, насыщенные. И так получилось, что мне по ошибке прислали два раза. Очень много цветов, поэтому то, что я сама люблю, то, что есть у меня, я подарю вам еще запечатанное. Уже не могу дождаться, когда я объявлю конкурс. Я больше люблю дарить подарки, чем получать их. Хотя, кто не любит подарки. И второе, это просто мои фавориты года. Точно так же, как тушь, и некоторые средства блески. Точнее, это даже не блески, а такие, как лаковые помады. У них красивые оттенки. Пятнадцатый, мой самый любимый, и восьмой. Они делают губы такими глянцевыми, они не нуждаются в карандаше. Так же, как помады. Иногда я пользуюсь, иногда нет. Но вообще, для такого быстрого макияжа, под любой макияж, под любой случай, если я не накрашена, в качестве ухода. Вообще, сейчас мне нравится, когда у меня чуть более темный нюд. Не такой, как консилер, типа вот такой, прям молочный, а что-то чуточку ярче. Тогда лицо смотрится живее. И вообще, губы такие, вот знаете, аппетитные, очень ухоженные, красивые по оттенку, натуральные. Смотрятся они гармонично с любым оттенком на ваших глазах, с любым цветом ваших вещей. Например, вот этот оттенок 15, он чуть более такой, пыльно-розовый, но все еще нюдовый. А вот этот, более коричневый. Тут уже выбирать вам, но сама линейка Magic Gloss фантастическая. Вы, наверное, думаете, где же ее любимый тональный крем? Вот он. И, наверное, это самый лучший тональный крем, который есть в моей косметичке. Я неоднократно это говорила. И это действительно так. Я его открыла два года тому назад. И он меня не разочаровал. Он все так же мне идеально подходит. Он делает мой макияж настолько красивым. Он ложится без вопросов, без дополнительных усилий. Мой самый подходящий оттенок это номер 0,10. Только когда я супер загорелая, я смешиваю его с сороковым. Или сороковой наношу на все лицо. А так, в большинстве случаев, я беру 0,10. Он чуточку может окисляться, но зачастую об этой разнице знаю только я. Это для меня идеальный тональный крем. И меня даже не смущает то, что он такой жидкий, что я наношу его спонжем и как бы больше расходчем, если бы я распределяла его при помощи пальцев или кисти. Это просто идеальное покрытие, когда скрыты все поры, все несовершенства. Я могу добавить второй слой, и кожа все так же будет смотреться естественно. Но это не матовый тональный крем. Хоть и написано, что он матовый, и я знаю, что девочки с жирной кожей жалуются, что это недостаточно матовый финиш. Да, для меня это более живое лицо. Я всегда наношу его на такой супер увлажняющий крем. И тогда у меня такой сияющий финиш. И очень часто вы спрашиваете, Оля, что это? В сторис там или где-то в видео? Я говорю, это Эволайн. Это то, что я хвалю. Вот. И единственное, чего мне хочется пожелать, это то, чтобы каждая нашла свой идеальный тональный крем. И, по-моему, потом уже абсолютно неважно, какой это бренд, сколько это чудо стоит. У меня, я не знаю, какая-то четвертая баночка. И я уверена, что я буду продолжать его покупать. Потому что пока что такого тона, который и сразу круто выглядит, и через, не знаю, 15 часов точно так же здорово и живо, естественно, смотрится на кожу и держит все остальное, что я наношу, там бронзеры, румяна, я пока что не встречала. Так что я была верна этому тональному крему и все еще остаюсь. На этом мы будем заканчивать. И, конечно же, конкурс. Я дарю вам очень много оттенков, ухаживающих, замечательных помад из линейки Oh My Kiss. Перепробуйте все цвета на себе. Однозначно, большая часть вам подойдет, потому что они красиво смотрятся на губах, они приятно ощущаются, здесь нет никакой неприятной отдушки. Мицеллярная вода. Напробу в путешествие в вашу повседневную косметичку. Я не знаю, выиграет блондинка или брюнетка, поэтому кладу целых два геля для бровей. В одном из видео я показывала, как его лучше всего наносить при помощи кисточки, тогда у вас получится супер естественные зафиксированные брови. Также баттер для тела. У меня есть такой же, я просто забыла принести его из ванной комнаты. Очень увлажняющий, с приятным ароматом. И я надеюсь, что он станет вашим повседневным товарищем в уходе за вашим телом. Несколько масок для волос, крем для рук, тушь для ресниц и очень-очень сияющий нарядный хайлайтер в преддверии праздников. Это более чем актуально. Также можете наносить его в уголок глаза для того, чтобы сделать ваш взгляд более распахнутым, более таким радостным, даже можно сказать. Условия, как всегда, самые простые. Буду рада отправить подарочек лично от меня кому-то из вас в любую точку мира. На этом будем прощаться. Всех целую и обнимаю. Пока-пока!